Здарова ребятки, меня зовут Павел, сегодня о баганных квестах и баганных торговцах. Когда у торгашей в кошельках по 1000, а то и по 500 грошей, складывается вопрос о куда же девать добытый лут, и складывается этот вопрос обычно из-за огромного количества брони, оружия и мяса. Да так, что найти в сундуке какую-то вещь становится затруднительно. На сегодняшний день капитал торгашей зависит от того, как много вы с ними торговались и на какие суммы, а от репутации зависит успех торга и величина скидки. Сразу скажу, у меня лицензионная версия и она релизная, то есть я не устанавливал никаких хотфиксов и патчи, и не устанавливал я их по той причине, что в них багов больше, чем в самой игре, и такое чувство, что фиксы их просто приумножают. Мне кажется, для Мармока это клад. Перед тем, как показать, как увеличить капитал торгаша, давай оговорим еще один момент. Деньги у торговца полностью восстанавливаются за 48 часов. Кто-то считает, что за 24, но я утверждать такого тебе не смогу. Потому что если в той версии, что на моей пекарне баги и есть, то все они сконцентрированы на корявой синхронизации времени в игровом мире. Если вкратце, у меня есть три линии истории нашего героя, так вот в первой у меня возникли проблемы с торгашами сразу после пролога. Во второй игре это лечилось прохождением побочного квеста, то есть первую я так и забросил из-за того, что пройдя почти всю игру в трофейных доспехах, я пришел к кузнецу и вуаля, у него все так же было херово. На удивление в третьей игре все неоднозначно, когда-то работает пройти квест, когда-то нет, но не спешите начинать новую игру, потому что я нашел выход и сейчас все расскажу. Для начала выбери объект модернизации, у меня это будет кошелек кузнеца вратая. Чтобы прокачать его кошель, ничего не имея, возьми этот бой количеством, сходи в лес за зайчатиной или собери дешевые трофеи, и продавай их маленькими партиями, делая максимальную скидку, чтобы заодно прокачать репутацию. И продавай так, пока терпение не лопнет, а когда лопнет вместе с тем, как кончатся у него деньги, покупая проданное обратно. Таким образом, из-за большого количества обмена лутом между тобой и торговцем, игра будет добавлять ему денег, и в следующий раз, когда ты придешь продавать что-то, капитал торговца будет значительно больше. Но лучше сохранить себе кайф от игры, не полениться и съездить за свежим мяском, оно имеет неплохую цену, и с помощью его перепродажи ты быстрее справишься со своей целью. Принцип, надеюсь, ты понял, чем больше ты торгуешься с купцом, и чем выше суммы, тем больше будет его кошелек. Лично я прокачивал большими суммами, запарился и съездил на охоту, и начал толкать все крупными партиями, а потом обратно скупать. Денег у меня было много после того, как я наткнулся на половцев, и я мог себе позволить купить помимо только что проданного мяса, еще и половину его ассортимента, а после этого толкать все обратно, но уже с половецкими доспехами. Весь процесс занял 10 минут, не больше, я включил на ютубе любимые ролики, и под их фон вершил финансовые перемены. Так, а теперь о проблеме обновления денег, и вообще о торговцах. Как вы уже наверняка могли заметить, в игре корявые работают алгоритмы времени. Вернее, они работают вообще, ну или как сказать, когда хотели создать зависимость игрока от течения времени, то есть погрузить его в события, которые не ждут, пока вы пройдете квесты или нагуляетесь с Терезой. Разрабы пришли к гениальному решению и завязали все события на квестах, не учитывая то, что вы пройдете их в той последовательности, в которой пожелаете, а не в той, которую они предполагают. Часто можно столкнуться с проблемой ступора ассортимента торговца и его капитала. Лечится это двумя сутками игрового времени, если вам это не помогло, то игра ждет от вас завершения квеста. Важно знать, что не обязательно ломиться в главную сюжетную линию, возьмите побочный квест, который с легкостью пройдете, но учитывайте, что это не должно быть совсем уж торосипенное задание. Так, например, пройденный турнир на луках в ледичке не запустит алгоритмы времени, и вы потратите время впустую. Разработчики говорят, что пофиксят всю эту ересь, ну а пока нам дан совет проходить по бочке сразу после того, как очнулись на мельнице. Да, кто-то скажет, что далее по сюжету выйдут коня и появится возможность тренироваться с боевой системой, но во-первых, в отличие от стрельбы из лука в рота, и стрельба из лука в ледичка дает вам опыт, во-вторых, ресталища в рота и не единственное ресталища, да и разбойников в лесах полно, ну и в-третьих, лошадь можно украсть или купить. Часто, кстати, багаются и квесты, да так, что вам придется, если не загружаться на час пораньше, то и вовсе перепроходить игру. Я сталкивался с многими багами и проверял игру на прощесть несколько суток подряд, и пришел к выводу, что лучше всего не пересекать побочные квесты с основной сюжеткой. Самым частым багом, который я встречал, был баг квестов с мельниками. Для примера скажу, что если вы придете ко второму мельнику, и он выдаст вам квест, в котором вы должны украсть из мархаедов лошадь, а по главному сюжету там начинается чума, то игра встанет и вам придется загружаться на моменты пораньше, если вовсе не в скалицу. На этом я закончу, если у тебя остались вопросы, задавай их в комментариях, я отвечу или запилю новое видео. Всем вкусного чая и добра, увидимся в следующих выпусках. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok